всем привет привет мои дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня хочу рассмотреть с вами вот такую непопулярную абсолютно колоду мистика витражей я в последнее время честно говоря все больше и больше уделяю времени и внимание колодам которые были именно прорисованы это не компьютерная графика не серия коллажей ничего против таких колод я не имею но это скорее всего просто не совсем моя стилистика и восприятие таких колод у меня немножечко идет по-другому хотя с точки зрения художественной части эти колоды весьма и весьма могут быть достойны и в ближайшее время я обязательно сниму обзор на две шикарные колоды именно с компьютерной графикой именно с коллажами которые мне очень нравятся не заслуживают достаточно такого серьезного внимания рассмотрения изучения и принятия а сегодня мы поговорим с вами о мистике витражей это абсолютно непопулярная колода автор элизабет тревизан выпущена колода была впервые в 2001 году и в 2008 году авалон повторил выпуск первый выпуск был левелин в 2008 выпуск авалоновский и здесь сразу хочу оговориться о том что здесь сила будет 11 правосудие 8 то есть по сути у нас идет с вами что марсельская традиция да здесь идут не прорисованные младшие арканы но в чистом виде сказать что они не прорисованы ребята это будут совсем неправильная такая трактовка потому что сейчас мы с вами посмотрим конечно их вы реально поймете что это все далеко от истины но если касательно именно событийных сюжетов как мы с вами привыкли видеть именно через карты таро до младший арканы здесь идут не прорисованные у меня две колоды мистики витражей вот в таком варианте эта коллекция ашет 1 у меня запечатанная полностью с этой колодой я работаю в комплекте кроме карт идут две карточки с рубашкой рубашка великолепная красавица просто завораживает глаз вот качество конечно ашетовская мне очень нравится плотные карты в работе откликаются замечательно а что касательно самой колоды основной сюжет это витраж поэтому конечно вот витражи и название вот эта мистика витражей то есть это сюжетная и декоративная композиция вот из цветных стекол может быть из другого материала синтетического которая пропускает свет и вот через этот призму этого света мы с вами и рассматриваем в принципе и сюжеты событийности чувствуем архетипы вот и так как художница лизабет траве травизан хотела передать всю вот эту мягкость легкость света то параллельно с этим мы видим не только интересные символы но и похожую символику образов которые были предоставлены нам в колоде таро густава клинта вот у меня почему-то эти две колоды они как бы откликаются перекликали перекликаются между собой вот у меня какая-то вот не знаю подсознательная связь этих двух колод вот таро мистика витражей и таро густава клинта ну и естественно стиль в котором создана колода это стиль либерти это стиль арт ну вот стиль который я очень очень люблю и если кто-то любит вот эту загадочную ауру которую вы ловите в каком-то средневековом соборе вот этот струящийся свет который идет через витражи и вы смотрите эти лучи которые падают через цветные стеклышки на те же самые образа и вы входите в какой-то непонятный поток энергии который вас вообще вот приподнимает от земли от пола вот у меня такое ощущение когда я нахожусь в готических залах когда я нахожусь а в готических соборах и я вижу вот эти вот без витражи я от них не могу оторваться у меня такое волнительное чувство внутри возникает у меня какая-то такая подъемная волна на на уровне груди и горло подступает я как завороженная смотрю на это мне хочется дотрагиваться мне хочется поймать этот лучик в общем со мной происходят какие-то невероятные вещи но эти вещи мне безумно приятны и глядя на эту колоду конечно я отдаленно вспоминаю те моменты когда я была на каких-то экскурсиях когда я была каких-то очень интересных местах где были витражи и я ловила вот эти лучи света через витражные стекла наполнялась вот этой вот энергией мне хотелось прямо стать под этот луч через витраж который идет мне хотелось чтобы вот этот луч прошел через меня вот такое ощущение меня как будто я через этот луч в этом готическом соборе наполняясь какой-то ну какой-то высшей силой вот я поделилась ваш с вами моими такими вот ощущениями когда я бываю вот в таких очень интересных мистических загадочных исторических местах с витражами я очень надеюсь что это колода она тоже поможет вам если вы любите готику если вам интересна игра света если вы наполняетесь лучами света через призму цветного стекла витражей то я больше чем уверена колода вам откликнется она абсолютно непопулярная многими забытая у кого-то есть она в коллекции а кто-то ее активно продает например на тех же самых marketplace of которые могут есть у нас беларуси это аубай и куфор до куфор площадка куфор вот и много она очень многими недооценена эта колода вот но сейчас я хочу вам именно показать карты показать и немножечко дать вот эти значения классические которые возможно возможно помогут вам ее рассмотреть как-то с другой немножечко страны так и так давайте посмотрим старшие арканы так здесь у нас карта безумца фигура дурачка которая вот весело пританцовывает на пути символизма такой неосведомленности непонятности легкости конечно это страж блаженства более глубокого неподтвержденного влиянию временем судеб каких-то обстоятельств то есть он чувствует но не знает что к чему еще и вот здесь именно больше такой порыв чувств идет нежели понятие самой реальности красивые очень карты я сразу хочу сказать и отметить что карты очень очень фотогеничны то есть действительно они на фото на видео они смотрятся очень очень красиво фигура мага знак бесконечности на голове атрибуты магии человек творец своей судьбы стимул воля сила мужество все в моих руках я владею инструментами которые есть у меня в арсенале дальше следующая карта эта карта у нас идет верховная жрица она трактуется как карта науки фигура женщины высокая корона книга в руках граница между светом и тьмой она знает она ведает она умеет она знает как применить но она тайна хранит эти знания дальше императрица она же у нас карта плодородии фигура императрицы плодоносящие шикарный сад женская любовь тело материал некоторых которого вот зарождается любовь духовная связь обогащение рождается все новое жизнь дальше стабильность иров император это стабильность это наш отец тот который позволяет нам быть слабыми за счет своей внутренней силой внутреннего стержня вот такого и здесь тоже цветущий сад он символизирует именно мужскую любовь действие которое питает дает рост творчество заседание ну и конечно полноценность всего быть я дальше карта иерофант карта будет у нас позиционироваться как вдохновение это символ ритуальной магии это символ который позволяет управлять вашим духом будучи в стабильном материальном мире и естественно кто как не иерофант знает все ответы на все вопросы и этими тайными знаниями он будет делиться только с особо приближенными достойными учениками которым в последующем он будет передавать тоже эти тайные знания знания о духовном мире далее наши великолепные влюбленные конечно фигуры влюбленных символизируют человеческую любовь прекрасное солнце зеленые поля чувство волнения радости объединяющего действительность объединение мира духовного с реальным миром с интеллектуальным миром здесь как такового выбора нет влюбленные уже определились с выбором и наслаждаясь друг другом они отправляются в дальнейший свой жизненный путь на в котором естественно будут творить только благо ну по-другому просто быть не может дальше наша колесница победа фигура юноша которая правит колесницей конечно это продвижение но с одной стороны как продвижение так и ограниченная возможность связи с тем что здесь четко видна горизонталь мы можем вообще рассматривать с вами карту как вверху так и внизу ну это триумф но ограничивает какая-то неосведомленность то есть для того чтобы двигаться вперед нужно знать вообще все свои позиции и все то что вы намерены делать в дальнейшем и все то что у вас еще и ожидает впереди поэтому здесь конечно должны быть обязательно дополнительные сведения для продвижения вперед дальше карта справедливость она же равновесие и женская фигура с весами символизирует вершину которой направлено любое человеческое действие любое правит связью между любым делом и результатом то есть то что вы сделали такой результат вы и получаете ну естественно конечно основа основ это поддержание нравственности поддержание духовности вся колода направлена на моральные устои на духовность и на интеллектуальный рост ну и здесь конечно цветовая гамма вот преимущественно вот такая сиреневатого цвета даёт строгость строгость мыслей строгость и исполнение определенных обязательств вот поэтому да вот сама цветовая палитра она тоже еще будет подсказывать нам значение карты и интуитивно вы поймаете эту волну отшельник осторожность карта осторожности фигура осторожно движется вперед держа в руке фонарик это символ света просвещения света света и мудрости но это с одной стороны а с другой стороны отшельник это тот человек который умеет сохранять дистанцию он осторожны и свободные с одной стороны а с другой стороны это очень интимный подход к решению любой проблемы и так как отшельник да держит в руке фонарик то есть это свет в темноте это просветление и здесь мы не просто на перекор судьбе можем ломиться и совершать какие-то безумные бездумные поступки а здесь как раз таки все с чувством с толком с расстановкой не торопя события но открывая и просвещая себе вот дорогу колесо фортуны наши карта чередования фигура сфинкса которая идет у нас на колесе конечно это аллегория постоянного движения вот это переменчивая непредсказуемая наша вселенная тут поскольку показывает насколько вот человек доминирует над миром и насколько вообще человек готов управлять миром удивлять всех и все зависит от того что у этого человека в голове настолько он будет либо на вершине вот этого колеса либо действительно он скатится под колесо и это колесо еще по нем проедет вот поэтому все это тоже такие высоко духовные прототипы дальше идет у нас сила одиннадцатая сила идет у нас это энергия женская фигура смиряет льва внутренняя сила способность подчинять себе каких-то демонов внутренних безграничные возможности которые тоже нужно контролировать понимать свои возможности не перебарщивать не использовать свои сильные стороны ни в коем случае во вред каким-то действиям каким-то убеждением своим неправильным то есть все здравомысленно мы рассуждаем прикидываем и только тогда можем действовать осторожность тоже к этой карте будет относиться двенадцатый аркан до классики идет по повешенные а здесь конечно символ страдания однозначный символ страдания через которое мы проходим чтобы приблизиться к пониманию как сути сути вопроса и вот божий суд он как раз таки и принесет нам озарение то есть для того чтобы принять иногда правильное решение конечно нужно войти в кота вот состояние лишения и вот благодаря этому состоянию лишения у вас будет переоценка ценностей вы на многие вещи посмотрите с другой стороны и это правильно будет на самом деле то есть для того чтобы ввести себя вот в эту в это состояние вы идете на определенные жертвы моральные материальные борьба за свои какие-то устои то есть все в этой карте может отражаться поэтому да для того чтобы открыты были новые дороги иногда мы с вами чего-то должны лишать в конце концов дальше тринадцатый аркан смерть карта означает конец аллегория смерти напоминает о том что все имеет окончание ничто не длится вечно и постоянство проявляется и в изменении и в движении и восстановке отцел цветок погибли все плоды или плоды мы собрали например да и вот пришло время для того чтобы посадить новое дело вырастить взросли взрастить это новое дело вот здесь смерть мне не кажется такой ужасающий как на бывает на других картах поэтому достаточно она такая но я бы не сказала что прямо оптимистично настроена но по крайней мере она в движении и она не сечет вот эти головы руки ноги то есть вот это вот просто процесс какой-то отмирание я немножечко ее больше даже ассоциирую с цикличностью колеса фортуны то есть есть у нас периоды поднятия есть у нас периоды испада так трансформация дает нам карта умеренности это фигура полуангела как мы видим с вами получеловека показывает насколько мы умеем получать и отдавать вот к терпеливому человеку приходит забота а к спокойному человеку приходит осознание поэтому вот карта в первую очередь будет говорить о том насколько вы готовы отдать столько вы и получите взамен и вот этот полуангел пол полу человек вот он как бы на грани стоит на грани аллегорического элемента когда мы можем быть приближенными к ангелам настолько близко насколько мы будем делать и творить добро вокруг себя насколько мы станем добрее насколько мы станем участие участливее и сочувственнее насколько мы вообще в принципе сможем делиться даже своим собственным добром для того чтобы в последующем приблизиться вот к этим ангельским существам далее 15 аркан аркан дьявола да не такой он ужасный страшный как его обычно представляют в классических картах это карта инстинктивности фигура человека которая выход выход выходящего из тела змеи показывает вообще насколько мы зависим от материальных благ тело кровь инстинкт ярость страсть бездуховность на что мы можем вообще себя променять на какие куски мы можем себя разрубить и как материальные блага могут поклотить все человеческое которое изначально природа нам дала при рождении насколько мы можем это все растратить насколько мы можем поменять все свои внутренние достоинства взамен на получение вот этой материальности башня 16 аркан аркан башня это разрушение да здесь фигура человека падающего с башни молния верхушка башни ломается здесь больше наверное символизирует человека попавшего в тюрьму страхов и насилия олицетворяет вот это наказание за лицемерие и неразумность то есть вот практически все что было у нас от дьявола вот тут вот мы получаем вот это наказание то есть ни в коем случае нельзя опускаться до такой степени когда вам сто раз где-то прилетало и вы не понимаете что невозможно вот остановиться и не понимаете что нужно остановиться и не можете остановиться в каких-то дурных мыслях дурных поступках дурных действиях и каких-то помыслах грязных и вот тогда вам прилетает настолько что да действительно вы теряете практически все под корень а здесь уже у нас 17 карта это звезды эта карта надежды фигура девушки нальет живую и мертвую воду на фоне вот этого прекрасного горизонта бесконечности звезд конечно это символ памяти сущности показывает насколько дорого еще предстоит все пройти вам в вашей жизни насколько все все вокруг красиво и неопознано насколько есть все таки еще надежда на то что мир станет лучше добрее прекратятся эти войны прекратятся распри между людьми алчность жадность тупость глупость жестокость все уйдет на второй план оглянитесь несмотря на то что все идет у нас в мире в равновесие и мы хотим конечно чтобы всегда добро побеждала зло как старой доброй сказке и чтобы это действительно было на его ну все в наших руках действительно здесь все в наших руках две руки у девушки два сосуда держит в руках она и здесь добро и зло мертвая живая вода равновесие есть и мне бы хотелось чтобы вот это равновесие в котором происходит у нас нейтрализация добром зло зла до следующий идет у нас карта звезда луна простите же луна у нас идет луна это иллюзия и здесь фигура освещенная преломленным светом через мыльный пузырь свет луны конечно это символ положения между реальностью и воображением там где призраки мысли обрели форму и спрятали истину вот поэтому да здесь проявление всех моментов тайных раскрытие тайных моментов либо наоборот не нужно лезть туда где пока вам не дано понять все всей сути происходящего возможно лучше чтобы тайное было скрыто и оставалось скрытым а возможно вы никогда не докопаетесь до сути и просто эти знания эти эта информация она просто на данный момент вам не то что не подвластно она возможно и не будет ваш вам вами воспринято адекватно далее солнце вот такое вот прекрасное солнце фигуры детей под солнцем символизируют аллегорию озаряющие силы естественно солнечной сила греет сила насыщает никогда не скрываясь за тенью сомнения за тучками наполняет просвещает помогает удивляет направляет ну и конечно здесь добро заседание здесь все идет во благо и вот эти два прекрасная младенца которая олицетворяют у нас именно и мир и вдохновение и рост благополучие все в этом солнце собрано дальше мир он страшный суд страшный суд обновление да фигура символизирует зов в первую очередь времени зов пространство в точку где соединяются начало и конец этот переломный момент где принимаются самые главные сакральные решения здесь нету привычных нам фигур которые выходят у нас из гробов здесь у нас на страшном суде только ангел ангел выполнен вот в таких красивых пастельных тонах поэтому здесь такой явно открытый идет призыв переломного момента для вынесения определенного решения так ну и старший аркан последний аркан мира это вознаграждение где женская фигура окруженная венком четыре стихии у нас это мировая целостность общность соединение гармония окончание общего периода кончание какого-то знакового периода завершение всего ну и как следствие получение и открытие новых дорог для достижения новых целей для приема новых решений для какого-то нового этапа в жизни согласитесь очень фотогеничные карты вот я даже с вами сейчас рассматриваю и честно говоря вот просто кайфую младшие арканы я наверное не буду так подробно вам рассказывать просто немножечко ну наверное покажу и расскажу вот что конкретно карта обозначает ну да это булавы у нас это царство желаний булавы проявляют амбиции желания действия там любого человека позволяет дать себе отчета готовности действовать не боясь сложности препятствий ну и просто покажу вам наверно карты так туз это изобретение двойка булав это конечно союз тройка булав подготовка четверка булав соглашение пятерка булав очень трудная работа сложная работа шестерка булав определенные препятствия семерка булав удачный исход любого дела восьмерка булав время строить удачные проекты девятка булав это ваш неизменный опыт а десятка булав это будет у нас ошеломительный успех вот что такое десятка булав в марсельской системе но частности конечно к трактовке именно к этой колоде паш булав это у нас посланник податель известий событий дальше рыцарь булав наш любимый путешественник королева булав подруга которая может выслушать понять принять дать нужный совет король булав предприниматель очень деловой человек использует свои возможности чтобы обучить других и представить удобный случай для решения важных вопросов так теперь будем рассматривать вот такие прекрасные чаши очень красивая карта ребят ну вот правда не заслуженно как-то обделена колода вниманием ну стоит конечно к ней присмотреться я однозначно советую чаши царство духа позволяют конечно проявлять эмоции чувства сообщаются с духовной какой-то эмоциональной сутью человека ну и в частности чаш туз чаш это изобилие посмотрите какой же шикарный здесь туз изобилие двойка чаш это страсть тройка чаш рост четверка чаш рождение пятерка чаш наоборот лишение воображение шестерка чаш воображение воспоминание немножко перекликается с классикой уэйта семерка чаш воображение а вот восьмерка чаш здесь у нас идет зрелость не уход а зрелость девятка чаш это добродетель десятка чаш изобилие и признание в паже чаши мы увидим с вами доверенное лицо тот кто внимательно слушает в рыцаре чаш мы увидим с вами лучшего друга тот кто учитывает ваши интересы интересы других людей в королеве чаш мы увидим даму которая придаёт чувственности пониманию созерцанию и созиданию а также участию король интеллектуальность разум находится в согласии с чувствами есть чувства у нас подконтрольны вот такие прекрасные чаши дальше давайте посмотрим с вами мечи мечи это царство разума и мечи в первую очередь символизируют разум интеллект и где все соединяется друг с другом формируя какие-то прекрасные образы здравомыслящие но ни в коем случае не грустные и не печальные туз мечей приобретение использование вот силы и разума двойка мечей дуэль но этот конфликт ни в коем случае не должен вести к какому-то насилию тройка мечей изоляция то есть здесь покой разума является основным критерием для правильного решения то есть пока мы притормаживаем решение четверка под гнетом грозных событий надежды могут отступить пятерка поражение шестерка мечей есть некоторые противоречия нету логического завершения семерка секреты нужно действовать в тени и пока не афишировать собственных целей и намерений восьмерка мечей защита то есть ну не не позволять людям использовать себя не позволять эксплуатировать себя другим людям девятка мечей полный самоконтроль то есть все под контролем нашим и ни в коем случае мы ничего не должны упустить десятка мечей вот десятка мечей это печаль это боль угрызение совести слезы зло которое наносит нам удар это десятка мечей в паже мечей мы видим с вами исследователя он ставит перед собой вопросы анализирует жизненное проявление в рыцаре мечей покорного служащего человека доверенный решительный человек ну у него есть конечно и свои собственные идеалы умничка такая королева мечей ну естественно здесь будет у нас вдова тот кто действует против собственных желаний и существует с каким-то чувством печали сожаления скорби и так далее король мечей мудрость это хранитель у нас интеллекта и интеллектуальной науки вот такие у нас чудные мечевые так ну что у нас прекрасные пентакли монетки наши ну это царство материи и монеты следует толковать с точки зрения в первую очередь практицизма без спешки внимательно обдумывая все никогда не выходить за рамки ваших эмоций стараться быть абсолютно объективными материальными и так далее туз монет это приобретение какой же он красивый просто шикарный дальше двойка монет ну что реклама нужно придать форму всему необходимому для того чтобы правильно оценить ситуацию и выгодную покупку ну вот кстати пентакли как никакая масть очень отдаленно напоминает нам архетипы созданная в колоде Таро Освальда Верта то есть здесь у нас видите под землей монетки и над землей монетки так тройка монет развития так усиливаем все свои способности идет у нас развитие дальше четверка монет экономия уметь сохранить ресурсы для более подходящего момента пятерка монет переживание беспокойство ну при преодолении какой-то устоявшейся привычки не поддаваться эмоциям ни в коем случае дальше шестерка монет здесь идет у нас отсутствие предрассудков то есть можно игнорировать какие-то последствия ну в связи с тем что мы все правильно рассчитали что можно даже себе позволить что-то новое интересное и все что мы посеем столько же мы с вами и пожнем равное количество монет у нас идет как в земле так и над землей то есть сколько посеем столько и пожнем с вами семерка семерка это карта благотворительности вот это нужно разумно взвешивать и управлять тем чем мы с вами обладаем что имеем дальше восьмерочка монет ой как красиво она здесь расположена просто великолепно это созревание то есть мы здесь именно по восьмерке пентакли здесь получаем с вами плоды своего труда а вот девятка монет здесь будет у нас инвестиции то есть отказ от сегодняшней прибыли в связи с тем что мы можем иметь в будущем то есть по этой карте это совет будет карт что полученную прибыль вложите в ее приумножение десятка монет конечно это богатство это материальное благосостояние насыщение материальное благо причем немалое материальное благо так по пашу монет мы узнаем с вами великолепного студента который будет изучать свое ремесло по рыцарю монет консультанта тот кто поможет нам с советом подсказкой в момент необходимости королева монет это дама с богатым наследием достойно принимает свою удачу и свое материальное положение и король монет это конечно коммерсант тот кто с мудростью распоряжается своими богатствами умеет их приумножить сохранить и передать по наследству а также вложить в какие-то другие материальные ценности вот такой вот сегодня обзор ребята мне захотелось с вами сделать посмотреть вот эту прекрасную колоду забытую колоду вот с ее прекрасной прорисовкой да отдаленно напоминает вирта та же самая схема та же самая система все похоже очень красивая графика очень еще раз скажу что конечно она очень-очень фотогенично вот я сейчас с вами ее рассматривала через телефон я на телефон делаю запись и вот в камере телефона она конечно бесподобно очень красиво смотрится в общем я считаю что колода все-таки достойна своего внимания может быть кому-то она глазу неприятно может быть ну не то что даже неприятно нет она не может быть неприятно может быть она просто сложновато потому что вот даже в кубковых мастях очень много вот этой пестроты яркости но с другой стороны она я не считаю что она как-то перенагружена нет она не перенагружена жезлы вот эти великолепные очень она мне отдаленно напоминает вертовскую колоду вот одеяние конечно у карт двора героев карт двора ну такое многогранное да вот но я думаю что действительно колода очень достойная я надеюсь что вам обзор понравился напишите пожалуйста свои комментарии реакции мне будет очень интересно может быть тот кто просмотрел сейчас мой обзор и просмотрел трактовки к этим карт немножко на эту колоду взглянет по-другому если вы хотели раньше от нее избавиться продать может быть у вас сейчас возникнет интерес с ней наоборот поработать всех благ всего хорошего до новых встреч